Доброе утро! Вы, говорят, опять вчера диету нарушали. Врачи уже намучились с Евгением Моргуновым. «Да в гробу я видал вашу диету!» – проворчал актёр. «А как ноги сегодня?» – примирительно спросил врач. «А вам какое дело? Всё равно помочь не можете». Евгений Александрович частенько в компании с друзьями он говорил на похоронах артиста Моргунова «выноса тела не будет». Когда возникал резонный вопрос, а, собственно, почему, Моргунов отвечал, потому что при жизни покойный был невыносим. Евгений Моргунов в реальной жизни был грубияном и скандалистом. Именно из-за этого распалась великая трио, созданная Гайдаем. Витцин, Никулин, Моргунов. Он хамил режиссёром, издевался над влюблёнными в него женщинами. А уж что терпела от Моргунова жена, сложно себе представить. Показываю всё сначала! Знаменитые люди, чей образ вызывал интерес у миллионов. Их сумасшедшие страсти. Личный демон, борьба с которым хранилась в тайне. Война, в которой выиграть невозможно. Евгения Моргунова все мы помним в первую очередь в роли бывалого. Весёлое трио Витцин, Никулин и Моргунов – визитная карточка советских комедий. Но в жизни с бывалым было совсем не весело. Он себя представлял чрезвычайным человеком. А какие-то кто-то это, для него это было так. Поэтому он мог беседовать с ними. Но чтобы спуститься в свое величие, до дружбы и приздания этих артистов, нет. Единственным человеком, который долгое время терпел выходки Моргунова, был Юрий Никулин. Он поддерживал отношения с Моргуновым и даже регулярно доставал ему билеты в цирк. Тот этим охотно пользовался. Никулин давал ему контрамарку на троих, а Моргунов без зазрения совести исправлял тройку на шестерку. Правда, конец их отношениям положила другая шутка бывалого. Он надел депутатский значок, ходил перед цирком и говорил всем, что там сейчас принимает директор цирка Никулин по картинному вопросу. Обращайтесь, он все решит. И, значит, народ повалил туда, к Никулину, в кабинет. Когда к Юрию Владимировичу пришел 20-й по счету проситель, он был в бешенстве. «У нас и своих клоунов хватает!» – кричал в трубку Никулин Моргунову. После этого артисты перестали общаться. Его астроты были всегда очень меткими, но не всегда добрыми. Он не знал меры. Вот это вот перебарщил. Какое-то время продолжал поддерживать отношения с Моргуновым и Георгий Витцин. Они даже вместе ездили с концертами по стране. Моргунов и на нем пробовал свои неуместные шутки. Едут они на гастроли, садятся рядом в самолет, а Моргунов ему говорит, слушай, я тут шел по трапу самолета, там какой-то винт отвалился. Ну, я его вкрутил по-быстренькому. Ну, естественно, Витцин и так боится летать, но тут он вообще был зеленым от страха. И вот, ну, у него были вот такие шутки. Последней каплей стала их поездка в Улан-Удэ. Витцин хотел ехать на поезде, но Моргунов уговорил его отправиться на самолете. Там всего полчаса лету. Не успеем взлететь, как уже приземлимся. Правду Витцин узнал только перед посадкой. Оказалось, лететь почти пять часов. Актер побелел от страха. В ответ на это Моргунов ехидно рассмеялся. Трус даже в самолете трус. После этого легендарная троица окончательно распалась. Они делали смех. Понимаете, эти три человека, четыре, включая Гайдая, от них сотрясался от смеха весь земной шар. Впервые земной шар, по крайней мере, одна шестая его часть, сотряслась от смеха в 1961 году. Именно тогда в фильме «Пес, барбос и необычный кросс» впервые появилась на экранах троица. Трус, балбес и бывалый. Популярный клоун Юрий Никулин, опытный актер Георгий Витцин и никому неизвестный Моргунов. Моргунов посоветовал Иван Александрович Пырев, который в это время был директором Мосфильма и лично опекал Гайдая. Сказал, берите Моргунова. Бывалый – это советский уголовник. Образ приклеился к Моргунову навсегда. Впрочем, это ему нравилось. В 90-е он даже сдружился с авторитетами и чувствовал себя в их среде, как рыба в воде. Он хорошо знал о Тариквантришвиле, гулял в компании с другими серьезными людьми, навещал сидельцев в Бутырке. Бандитам очень нравилось, что с ними за столом сидит настоящая звезда, да еще и веселит всех своими шутками и анекдотами. Живем в такое время, когда все может быть. И Моргунов, когда общался с ними, он чувствовал себя наравнанным и бывалым. Он чувствовал себя всегда бывалым. Троица, трус, балбес и бывалый стала визитной карточкой комедии Гайдая. Народ так полюбил этих персонажей, что Моргунов был уверен. Без него Гайдай теперь никуда. Невозможно работать! На съемках «Операции И» и других приключений Шурика актер позволял себе опаздывать, а то и приходить выпившим на площадку. А еще, узнав, что Никулин и Витцин получали за съемочный день в два раза больше него, устроил скандал. О зависти он никогда не говорил, но чувствовал, что он, конечно, многим коллегам завидовал. Леонид Гайдай из последних сил терпел выходки Моргунова. Не хотел терять смешную троицу. Но на съемках «Кавказской пленницы» его терпению пришел конец. В один из вечеров Гайдай вместе с членами съемочной группы решил отсмотреть готовые эпизоды фильма. Заходит Моргунов, пьяный, сильный, с гитарой бренчит, и две девушки с ним, мягко говоря. Ну и он так громко очень вошел. «Посторонние! Освободите помещение!» Раздался в темноте голос Гайдая. Евгений Моргунов возмутился. «Это я-то посторонний! Да меня знает вся страна!» Когда Гайдай попросил актера удалиться, тот фыркнул. «Подумаешь, Феллини!» Он как бы капнул на вот ту самую главную боль Гайдая, который вот в условиях мосфильма был как бы режиссером второго сорта. И вот это то, что ты не Феллини, и это, конечно, Гайдая очень сильно оскорбило. На следующий день Гайдай отправил Моргунова в Москву. Несмотря на то, что были сняты еще не все сцены с участием бывалого. «Играл дублер. Вот холодильник носил дублер у Моргунова. Когда на Ай-Петре колесо над пропастью за баранкой сидел уже дублер Моргунова». Больше Гайдай никогда не снимал актера в своих фильмах. Он и слышать о Моргунове не хотел. А ведь тот был уверен, что Гайдай не посмеет разрушить троицу и придет умолять его вернуться. Хамство и самомнение актера сыграло с ним злую шутку. Где он? Где он? Дайте мне его сюда. Да, он еще много снимался, но все это были эпизоды. Ни одна роль не сравнилась по популярности с ролью бывалого. «330!» «Согласен!» «Каждому!» Актер Михаил Светин тоже был известен своим скандальным характером и манией величия. «Куда это вы, я извиняюсь, на потолок полезли?» После того, как Аркадий Райкин взял его в свой театр миниатюр, Светин, ничуть не смущаясь, начал учить его, как нужно играть. «Как вам не стыдно, как вам не стыдно!» Он переругался со всеми актерами. «Особенно с его женой Руф Марковной. Мы были нелюбными врагами. Она говорит, вы не умеете разговаривать. Я говорю, вы не умеете разговаривать. Понимаете? А я-то знаю, что я говорю». После очередного скандала со Светиным у Райкина даже случился сердечный приступ. Это стало последней каплей. И скандального артиста выгнали из театра. «Да я вам!» Но это ничему не научило Светина. Попав на съемочную площадку к Леониду Гайдаю в картину «Не может быть», он стал учить и режиссера. Естественно, режиссер бесит любого, когда его актер начинает учить. И действительно, это не дело актера. Это совершенно не дело актера. Это не говорит о мудрости Светина. Михаил Светин испортил отношения и с Георгием Данеллией. В его фильме «Афоня» он только мелькнул. Хотя изначально в сценарии у Светина был длинный монолог. Из-за таких, как ты, людям нормальной жизни нет. В разгар съемок Светин объявил режиссеру, что ему надо уехать по делам. «Значит, желаю вам всего хорошего». На следующее утро он сел на поезд и был таков. Данеллия в бешенстве сократил роль Светина до минимума и переозвучил его другим актерам. «Вот у моей сестры муж Федо, твой приятель». В последние годы жизни Михаил Светин сожалел об этих эпизодах и больше уже не позволял себе такие выходки. А вот Евгений Маргунов своих ошибок не признавал. И его характер с годами становился только хуже. Актер Евгений Маргунов в жизни был грубияным и скандалистом. Он издевался не только над коллегами, но и над случайными прохожими. Допустим, мы с ним вместе поднимались в каком-то учреждении на восьмой этаж. На четвертом этаже лифт остановился, двери открываются. И женщина хочет зайти в лифт. Он говорит, это мужской лифт. Он говорит, извините, пожалуйста. И мы поехали выше. После того, как на экраны вышел фильм «Операция И» и другие приключения Шурика, троица, трус, балбес и бывалый стало необычайно популярно. Никулин и Витсон были давно женаты и не обращали внимания на поклонниц. А вот холостому Маргунову это льстило. Он с удовольствием встречался с девушками, но на следующий день тут же забывал их имена. Что женщины от него и молодые даже заводились, это безусловно так. Безусловно. Потому что как он рассказывал, как он шутил, коламбурил, как он умел преподнести себя в обществе. Маргунов женился поздно, в 38 лет, когда встретил Наталью. Она была студенткой, на 13 лет младше актера. Красивая, веселая, обаятельная. И артист не устоял. Уже на третьей встрече он сделал ей предложение. Через год в семье родился сын Антон. Через 6 лет еще один сын, Николай. Казалось бы, семейная жизнь Маргунова складывается хорошо. Никто никогда не видел, чтобы он встречался с поклонницами или крутил романы на съемках. Наталье завидовали многие актерские жены. Но что происходило на самом деле, знала только она. Сразу после свадьбы Маргунов заявил жене, что не собирается рвать отношения со своей давней любовницей. И продолжал общаться с ней много лет подряд. Это была его первая любовь. Вот, и эта женщина его просто покоряла и трогала, потому что она была пластичной. И он не обращал внимания, что она старше его намного была. Первой любовью актера стала Варвара Рябцева. Или, как ее все звали, Вава. Она – балерина Большого театра. Он – никому не известный студент театрального вуза, да еще и на 13 лет младше. Она была худенькая, такая потрясающая, влюбленная в Женю до потери сознания. А в него нельзя было не влюбиться, потому что Женя был умница, начитанный. В фильме «Сказка о потерянном времени» есть небольшой эпизод, где у песочницы появляется женщина в белом платье в черный горошек. Девочка! Алла! То есть как это девочка? Не притворяйся! Это и есть возлюбленная Маргунова Варвара Рябцева. В гриме, конечно. Это он попросил снять ее в фильме, где снимался сам. С Вавой Маргунов как будто попал в другой мир. У балерины была огромная квартира недалеко от Красной площади, с отдельной комнатой для репетиций. Там вообще эта квартира была полная антиквариат. Там и мебель красного дерева, посуда. Откуда-то жуть вообще. Я лично боялась, чтобы пузнецовскую чашку не разбить. Вава доставала Маргунову билеты на все балеты в Большой театр. Они ужинали в самых шикарных ресторанах и ездили по Москве на такси. Она по-матерински опекала артиста и терпела все его выходки. Встречаться с балериной в те времена было престижно. Это все равно, что сейчас взять в жены топ-модель. Никита Михалков встречался со студенткой хореографического училища Еленой Матвеевой. У них был красивый роман. Правда, когда дело дошло до свадьбы, Михалков выбрал Анастасию Вертинскую. Актер Александр Абдулов прожил с балериной Галиной Лобановой 8 лет. Ей хотелось семьи и детей, но актер был не готов. В конце концов, Лобанова не выдержала неопределенности и измен и сама бросила Абдулова. Абдулов всегда прекрасно относился к красивым женщинам, к моделям, к балеринам, и просто симпатичным девушкам, женщинам, актрисам, кому угодно. Он всегда очень любил женщин. Очень любил и никогда этого не скрывал. Часто балерины ходили в любовницах знаменитых женатых мужчин. Так у Николая Караченцева был роман с балериной Еленой Дмитриевой длиною в 23 года. По крайней мере, она не раз рассказывала об этом в интервью. Здесь грех очень много на поведении женщин. Я часто вижу их поведение, и я их называю нехорошими словами, сучками. Понимаете, сучками я их называю, потому что они все бегут там, где послаще, потолще, побольше. Людмила Поргина говорит, охотниц до ее мужа было немало. Но она не обращала на это внимания. Была уверена, что Караченцев любит только ее. Я тебя никогда не забуду. В отличие от Караченцева, Евгений Маргунов, познакомившись с балериной Варварой Рябцевой, был совершенно свободен. Но жениться на ней ему мешало одно обстоятельство. Варя не могла родить ему детей, а Женя безумно любил детей. И он хотел, чтобы у него была большая семья, много детей. Субботний вечер, как обычно, Евгений Маргунов проводил у Вавы. Я тебе твой любимый чай заварила. С мятой. Мы вместе 10 лет. Пора бы выучить, что чай с мятой я пью только зимой. И вообще, у меня к тебе серьезный разговор. Я женюсь. Свадьба через две недели. Но женившись, Маргунов продолжал общаться с Вавой, как ни в чем не бывало. С годами, когда Варвара постарела, их любовные отношения перешли в дружеские. Когда балерина тяжело заболела, он заботился о ней, приносил продукты, вызывал врачей. До последнего ухаживал за бывшей возлюбленной. Именно он и похоронил ее. Жена Наталья прощала мужу это увлечение. В 2016 году, спустя уже 17 лет после смерти актера, в «Комсомольской правде» вышла сенсационная статья о том, что у Маргунова есть внебрачная дочь. Журналисты делали материал о фильме «Когда казаки плачут». Единственная режиссерская работа Евгения Маргунова. Мы нашли людей, которые участвовали в съемочном процессе, пообщались с ними, узнали много интересного о том, как проходил съемочный процесс, и вместе с этим узнали от участников съемочной группы, что Маргунов во время съемок близко сошелся с Татьяной Бурмистровым, монтажером картины. Но отношения эти были всего на одну ночь. Никаких ухаживаний и красивого романа. По словам Татьяны, Маргунов напоил ее и соблазнил. После чего девушка забеременела. Татьяна решила рожать и воспитывать ребенка сама. Мне он сказал, что несколько раз, он сказал, ему удавалось ее увидеть. Несколько раз удавалось ее увидеть, но только он не говорил ей, что я твой папа, чтобы не травмировать девочку. Через какое-то время Татьяна с дочерью эмигрировали в США. Внебрачная дочка актера Арина утверждает, что Маргунов пытался наладить с ней связь. Он нашел, где именно живет ее мама. Он постучал к ней, но мать открывать Маргунова не стала. Она ему сказала, что Арина умерла, поэтому не ищи ее здесь. И все, и после этого Маргунов уехал. Появление внебрачных детей – обычная история после смерти известного человека. Создатель «Яролаша» Борис Грачевский умер 14 января 2021 года из-за последствий коронавируса. От трех браков у него осталось четверо детей, два сына и две дочери. Но вскоре на одном из популярных ток-шоу появился молодой человек Максим Красиков, который утверждал, что является внебрачным сыном Бориса Грачевского. Если это так, то я только рада, потому что незаурядные люди обязательно должны множиться и свой замечательный генокод распространять и оставлять после себя как можно больше. Мать внебрачного сына Грачевского Татьяна Красикова 36 лет назад работала в детском лагере «Орленок», где Грачевский часто бывал по работе. По словам Максима, она была влюблена в Грачевского и мечтала родить от него ребенка. Тот оказался не против, но внебрачного сына не признал и никакого участия в его жизни не принимал. Хотя в своих интервью не раз говорил, что дети это счастье. Ничего нет важнее того, что появляются дети. Дети это продолжение твоего рода, это продолжение твоих идей, это продолжение твоей жизни. Самое главное все. А у знаменитого ихтиандра Владимира Коренева после его кончины обнаружилась внебрачная дочь уроженка Томска Евгения Харькова. 46-летняя женщина пришла на ток-шоу и объявила, что ее мать только недавно раскрыла ей тайну ее рождения. Она была официанткой в санатории, где отдыхал актер. Там-то и случился мимолетный роман. Это была единственная встреча, после которой якобы она забеременела и родила дочку. И вот столько лет она молчала. 40! Это вообще непонятно. Да, не она рассказала на все стороны, она ее дочь. Зачем ты дочке об этом сказал? Ну, хранила ты эту тайну? Ну и хранила. Официальная семья Владимира Коренева никак не отреагировала на неожиданное появление родственницы. Жена Евгения Маргунова вела себя так же, а его самого мало волновало, что чувствуют обиженные им женщины. В нашей памяти Евгений Маргунов остался крупным мужчиной. Бывало, из приключений Шурика и кавказской пленницы. Где этот чертов инвалид? Не шуми, я инвалид. Соев из Покровских ворот, Толстяк из фильма «Три толстяка». Но были у актера и другие роли, где Маргунова не узнать. Начинаем наш концерт. Посмотрите, вот он в фильме «Молодая гвардия». Такой Маргунов совсем не похож на бывалого. Что же произошло с актером, что он так изменился? В молодости его сокурсники нарисовали его карикатуру, где он толстый, жирный. Все смеялись и никто не верил, что может это вообще такое произойти. Когда он снялся у Гайдая в «Псе Барбосе», его не узнали даже сокурсники. Не узнали. Причины лишнего веса в раннем детстве актера. Отец Маргунова ушел из семьи, когда Женя был совсем маленьким. Мать воспитывала его одна. Денег все время не хватало. Семья жила голодно. Маленькому Жене все время хотелось есть. Он не понимал, что нужно потерпеть или оставить что-то на завтра. «Сынок, я тут сливочное масло принесла. Это нам с тобой на месяц», сказала мать Женя. И Женя это масло съел, и в результате, в общем, он долго болел. Мальчик поправился, но обмен веществ был полностью нарушен. В 25 лет Маргунову поставили диагноз «диабет». врачи посадили актера на строгую диету. И он строго соблюдал ее. Пару дней. А потом, как с цепи сорвался, набросился на сладкое. Такие пищевые запои преследовали его всю жизнь. Маргунов садился на диету, отказывался от сладкого, а потом срывался. Из-за этого его вес стремительно увеличивался. какой-то банкет идет, домикино или где-то в нем участвует Евгений Александрович. Мы идем танцевать, приходим за стол, а ни закуски, ни выпивки уже нету. А мы спрашиваем, а где, собственно говоря, все, что было? А Евгений Александрович распорядился это собрать и отправить ему домой на машине. Во многом именно диабет стал причиной того, что у Маргунова испортился характер. Это одна из особенностей болезни. Люди, страдающие сахарным диабетом, часто становятся раздражительными. Я бы ее съел. Это изменение кровоснабжения, это разрушение сосудов, которое приводит к тому, что начинает хуже работать мозг, мозговые клетки. И второе это ограничение. Ограничение, связанное с приемом пищи. То есть человек, получается, уже не может делать то, вернее, его мозг говорит, что я не могу делать то, что делал раньше, и со мной что-то не так. Организаторы концертов заранее узнавали, что артист любит, а что нет, боялись скандалов. Но капризы Маргунова иногда были непредсказуемы. Обязательно сделать подлянку. Ему подчеркнуть зрителям, что он музыкален, он садился за пианино и играл, зал там, все. А после этого вставал и говорит, ну ведь инструментов, в каких руках? И начинал чистить этого дерева. Расстроенный инструментом. Единственный во Дворце культуры не могут настроить. А к ним Маргунов приезжает, чтобы поиграть, народу посвятить, музыкальное произведение. и бедный директор уже не знал накрывать ему поляну или не накрывать. С годами с Маргуновым становилось все сложнее и сложнее работать. При этом в начале 90-х, когда многие актеры голодали, Маргунов запивал черную икру французским коньяком. В 1996-м, когда началась президентская предвыборная кампания, на политике можно было легко заработать огромные деньги. И бывалый Маргунов это, как говорится, быстро просек. Катись, квартира, студент. Мы симпатизировали Лебедю Александру Ивановичу и продвигали его кандидатуру в президенты. Но там, я вам скажу, мы неплохо заработали. А вот в кино Маргунов почти перестал появляться. Мало кто из режиссеров хотел с ним связываться. Все знали про его тяжелый характер. Понимали, что съемки могут закончиться дракой или скандалом. Он отталкил очень многих людей. Что это было? Почему он за этой маской скрывался? Непонятно. Внутренний какой-то мир очень странный. Понять его сущность было сложно. В последние годы жизни Маргунов превратился в развалину. Врачи требовали соблюдать диету, но его это еще больше раздражало. Он не соблюдал никакие диеты, никакие рекомендации не соблюдал. И врачи просто были в некотором шоке от того, что этот человек идет, 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 идет навстречу всем ветрам, всем ураганам, всем снегам. Маргунов мучился от постоянной боли. Ныли суставы в руках, ноги сводили судороги, из-за скачков сахара в крови постоянно болела голова. Но вместо того, чтобы попросить о помощи, он еще больше ворчал и срывался. Единственными, с кем Маргунов вел себя по-доброму, были его сыновья Антон и Николай. Маргунов гордился ими, пытался сделать так, чтобы они ни в чем не нуждались. В конце девяностых сыновья стали его единственной опорой. Вот младший Коля поздравляет звездного отца с днем рождения. Смотри, я тебя поздравляю, я вести не не что значит в тебе вести это я просто тебя обязан всем. Но 20 июня 1998 года случилось несчастье. 26-летний Коля, младший сын артиста, погиб в аварии. Молодой человек заснул за рулем. Он внешне не горевал. Он наоборот бежал из дома, в компании, какие-то встречи, где-то там посиделки какие-то, выпивки, я не знаю, там в общем вот так и сломался. потери детей ломает практически всех. Мало кому удается окончательно оправиться от этой беды. Актриса Барбара Брыльска потеряла взрослую дочь в ДТП. Ее тоже звали Барбара. Девушке было всего 20 лет. Брыльска три года не могла прийти в себя. После смерти моей дочери, когда три года плакала и мои веки лежали на моих ресницах, которые у меня очень длинные, они лежали просто. Я не могла открыть глазов и мешки под глазами опухло, все опухло. Спас актрису младший сын Людвиг, который родился, когда Барбаре было 42 года. Ну а сейчас ее смыслом жизни стали внуки. Может быть, не так долго ждала, но действительно есть очень любимая. Шимон очень любит приезжать сюда к бабушке на дачу, здесь ночевать у нее. Младший Якуб тоже любит приезжать. А вот Евгения Маргунова случившееся с сыном подкосило окончательно. Он уже не жил, а доживал. Бывалый Евгений Маргунов славился трудным характером. Он издевался над женщинами, жестоко шутил с коллегами, хамил режиссером и нагло пользовался своей известностью. Актер с самой юности страдал сахарным диабетом и болезнь отразилась на его характере. В последние годы он очень плохо себя чувствовал, почти не мог ходить. Следствие диабета это ангиопатия, то есть вот осложнение на ноги, где открывались раны буквально, и все это грозило, гангрены. И вот лет 15 буквально это жил под топором, когда приходил врач и говорил, что ну, ну давайте мы готовим вас к ампутации. Евгению Маргунову предлагали ампутировать ступни, но он упорно отказывался. Чтобы не началась гангрена, нужно было каждый день, утром и вечером, промывать и обрабатывать раны. Этот невероятный труд взяла на себя жена Наталья. Это была его, ну, в общем, такая не просто сестра милосердия, это было его спасение. Она каждое утро по часу делала ему такие специальные перевязки. Каждое утро вот по часу промывала, все, так сказать, это обрабатывала. Евгений Маргунов до конца не признавал, что серьезно болен. Он продолжал ездить с концертами, сниматься. Любое движение давалось ему с жуткой болью. Вы меня извините, ради Богу, что я вышел к вам, как Христос. Он не мог даже натянуть носки на опухшие ноги. Жена Наталья специально срезала с них резинки, чтобы они не давили на голени. Маргунов мог ходить только в растоптанных тапочках, а на сцену иногда выходил даже в валенках. и все выходили в смокингах, во фраках выступать, артисты представляют. И вдруг явление в полушубке, в валенках, в ушанке. На сцене явление народу. Евгений Александрович, фестиваль среди одетых благородных артистов. Он выходит на сцену и начинает являть свой талант. Евгений Александрович, два скорых поезда сядутся на встрече на нашей скорости друг к другу и не встречаются. А почему? Не судьба. Не судьба. Актер Вячеслав Невинный тоже всю жизнь страдал от сахарного диабета. В конце жизни врачи ампутировали ему левую стопу. Но даже с одной ногой Вячеслав Невинный продолжал выходить на сцену. Зрители не замечали, что у него протез. Но болезнь не отступала и пришлось ампутировать вторую ногу. Он так напряг эту единственную ногу, ножку и сухожилие опое сорвется, кровотечение началось. Жуткая картина, я понимаю, конечно. И он так уже на меня смотрит, вот здесь актер есть, актер. Я говорю, что ты так на меня смотришь пронзительным, таким, ну, не знаю, как это взгляд передать. Готов? Типа, я говорю, почему готов? Ты меня должен спросить, готов ли я? Все, ампутация. Невинный стойко перенес вторую ампутацию. Он горел работой и не собирался сдаваться. Наутро после операции Вячеслав уже репетировал, как теперь будет двигаться на сцене. Он уже сидел на кровати и вдруг сказал, ну вот, смотрите, ногами сделал так, я могу вот так сделать, а могу вот так, посмотрите, могу вот так, я уже все, я освоился, все нормально, все в порядке. Все засмеялись, но слезы-то катились в этот момент. Болезнь не испортила характера невинного. И родные, и друзья отзывались о нем, как о бесконечно добром и веселом человеке. Актер собирался выезжать на сцену на инвалидной коляске, вовсю репетировал пьесу Тургенева на хлебник. Но планам не суждено было сбыться. Я устал. На, возьми. 31 мая 2009 года Вячеслав Невинный скончался. В 1998 году Маргунов снялся в своей последней картине «Райское яблочко» в роли начальника службы безопасности Всеволода Ивановича. Вечер, ты помнишь, вьюга слилась. На мутном небе мгла носилась. Точно. Утром 24 июня 1999 года Евгению Маргунову стало плохо. Жена Наталья вышла на кухню сварить кофе и услышала какие-то странные звуки. Я прихожу, смотрю, он сам на полу, нога на кровати одна, на полу, я говорю, и рычит. Я говорю, ну, я все поняла, что инсульт. Бывалый умер в больнице на следующий день. Он был похоронен рядом со своим младшим сыном Николаем. На похоронах Евгения Маргунова не появилось ни одно официальное лицо. Никто не пришел ни из Союза кинематографистов, ни из Театра киноактера. Было чувство одиночества и чувство, что происходит что-то несправедливое. Человек, которого боготворила и смеялась вместе с ним вся страна, сегодня унижена, уходил один. Может быть, дело в трудном характере Маргунова. Он успел испортить отношения почти со всеми. А может, просто так сложились обстоятельства. Ведь в июне многие актеры на гастролях или на фестивалях. Зато на похороны Маргунова пришли десятки простых людей. Его поклонники. Им не важен был характер актера. Им важен был он сам. Ведь Маргунов оставил незабываемые образы в кино, которые и сегодня вызывают у зрителей улыбку. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова